Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу события в студии Андрея Горгуленко. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары, коротко о некоторых темах. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Пушкина провела оперативное совещание в мэрии и дала ряд поручений. В столице региона на треть выполнили аварийно-ямочный ремонт. На каких улицах города сейчас работают бригады дорожных рабочих? С заботой о природе в Самаре открыли два клуба юных натуралистов – «Эко-жизнь» и «Эко-патриот». Она родилась без рук, но стала художницей. В областной столице прошел мастер-класс Татьяны Федоровичевой, которая пишет картины пальцами ног. Губернатор Дмитрий Азаров провел встречу с послом Республики Сербия в России Момчила Бабичем. Чрезвычайный полномочный посол выразил соболезнования из-за трагедии в Подмосковье. Губернатор поблагодарил Бабича и весь сербский народ за поддержку нашей страны в эти трагические дни. Момчила Бабич отметил важность сотрудничества Сербии и Самарской области. В ходе встречи губернатор и сербский посол обсудили обмен образовательными, студенческими миссиями сотрудничества в экономической сфере. Момчила Бабич предложил рассмотреть возможность открытия почетного консульства Республики Сербия в Самаре. Это позволит еще больше укрепить взаимодействие двух братских народов. Самара присоединилась к акции «Журавли» в память о погибших в теракте. Напомню, в пятницу вечером вооруженные люди открыли огонь в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Подмосковье. Затем в здании начался сильный пожар. По последним данным погибло 144 человека, в том числе дети. 97 остаются в больницах. В стране после трагедии был объявлен двухдневный траур. Отменены все развлекательные мероприятия. Самарцы на Площади Славы выложили картину из трех тысяч свечей с изображением трех летящих птиц и надписью «Самара скорбим». Репортаж в площади подготовила Елизавета Прокопенкова. Они до сей поры с времен тех даний Летят и подают нам голоса Три огненных журавля с надписью «Самара скорбим» появились на Площади Славы. Местные жители зажгли три тысячи свечей в память о жертвах теракта в Подмосковье. Так регион присоединился к памятной акции «Журавли», которая прошла по всей стране. К сожалению, отдали свою жизнь, пусть они даже не военные. Они тоже как раз именно отдали ее за наше право жить. Ценой своей жизни дают нам такую возможность. Давайте это ценить и помнить. В день общенационального траура в 19.55 на здании Крокус-Сити-Холла появилась проекция с улетающими ввысь птицами. Концертный зал, где случилась трагедия, носит имя знаменитого советского певца Муслима Магомаева. Памятную акцию назвали в честь одной из знаменитых песен, которую он исполнял. «Журавли» – баллада про солдат, которые после смерти становятся прекрасными птицами и получают бессмертие. Организаторами памятной акции выступили волонтеры. Конечно, это страшная трагедия, которая произошла. Я думаю, что все жители присоединяются и будут помнить всех погибших, которые погибли. Это люди, которые совершенно были невиновны, они безоружные. Это обычные граждане, которые, к сожалению, сейчас рядом с нами нет. И мы должны о них помнить. Конечно, мы соболезуем всем близким, которые как-либо причастны к этой трагедии. И мы обязательно будем, как и вся Россия, поддерживать людей. И весь наш народ за всех причастных к этому. Акция памяти погибших продолжается онлайн. Чтобы присоединиться к ней, необходимо сложить бумажного журавлика, нарисовать птицу на окне или создать собственный вариант символа и поделиться им в социальных сетях. Например, поставить картинку журавля в качестве аватара в социальных сетях. Елизавета Прокопенкова, Николай Епифанов. События. Дети из Белгородской области прибыли в оздоровительные лагеря разных российских регионов. 540 детей принимает Самарская область. Для ребят подготовили культурную программу, а также оздоровительные процедуры. Планируется, что школьники пробудут в регионе три недели. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поблагодарил Дмитрия Азарова о решении в столь непростое время принять белгородских детей. Меры социальной поддержки населения, обеспечение нуждающихся жилыми помещениями из муниципального специализированного фонда, подготовка самарских школ и родителей к приемной кампании в первые классы. Эти и другие вопросы обсудили на еженедельном оперативном совещании в городской администрации, которое провела глава города Елена Лапушкина. Подробности в нашем сюжете. С минуты молчания в память о погибших в теракте началось в этот понедельник оперативное совещание в мэрии. Глава города Елена Лапушкина напомнила руководителям профильных ведомств о необходимости не терять бдительность и поручила ужесточить пропускной режим в учреждениях с массовым пребыванием людей. Убедительно прошу еще раз всех присутствующих все-таки не терять бдительность. Враг не дремлет, и вы видите, что страдают мирные граждане. Еще раз со всеми охранными предприятиями, которые у нас работают в образовательных учреждениях, надо отдельно проговорить. Еще раз инструкции, где у нас проходят какие-то концерты, где у нас проходят какие-то массовые мероприятия. Конечно, тоже накануне надо проговаривать все меры безопасности с МВД. Давайте будем крайне внимательно, бережно к нашим жителям. В городе продолжается работа по обеспечению граждан жилыми помещениями муниципального жилищного фонда. Работа ведется по трем направлениям. Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Работа с малоимущими гражданами, вставшими на учет в органы местного самоуправления. И расселение семей из аварийного жилья. В результате проводимой работы в рамках действующего национального проекта и государственной программы приселения граждан из аварийного жилищного фонда за 23 год была расселена 1141 семья. Наибольшие значения были достигнуты в рамках третьего этапа госпрограммы 186 семей, в рамках четвертого этапа 494 семей и в рамках пятого этапа 431 семья. Но напомню, что нам еще в этом году предстоит расселить 1941 семью или 59 тысяч квадратных метров аварийного жилого фонда. На совещании обсудили меры социальной поддержки населения, помощь нуждающимся, людям с ограниченными возможностями здоровья, семьям, участникам СВО. В 2024 году Департаментом опеки и попечительства будет реализовано 74 меры поддержки. К ним относятся улучшение жилищных условий, выплата пособий и дополнительные меры. Особое внимание здоровью населения. Появлению заболеваний на ранних стадиях способствует диспансеризация. На протяжении последних пяти лет у нас одни из показателей национального проекта – это всеобщая диспансеризация населения. Поэтому еще раз обращаю внимание, что в этом году все предприятия обязаны обеспечить диспансеризацию своих работников в 2024 году в обязательном порядке. С 1 апреля в самарских школах стартует приемная кампания в первые классы. Она пройдет в два этапа. Первый этап продлится до 30 июня. В этот период принимаются заявления в отношении детей, проживающих на закрепленных за школой территорий, а также льготных категорий. Заявление о поступлении в первый класс направляется через портал госуслуги посредством почтовой связи или личного обращения в учреждение. Галина Топилина, Николай Епифанов, События. В Самаре в круглосуточном режиме продолжают выполнять аварийный ямочный ремонт дорог. 36 участков уже приведены в порядок. Это 2400 квадратных метров дорожного полотна. Сегодня работали 4 бригады. Они вышли на улицы Владимирскую, Карбышево, Батайскую и Нововокзальную. Сначала локации с дефектами подготавливают. На месте ямы формируют небольшую карту аккуратной формы. Очищают и осушают поверхность с помощью компрессора. Затем заливают литым асфальтом. Его привозят в специальные установки. Она позволяет не только перемешивать смесь, но и поддерживать ее высокую температуру. За счет чего с дорожного покрытия выпариваются остатки влаги. Поэтому такому виду ремонта относительно сырая погода не помеха. Прежде всего, подрядные организации берут в работу локации, где образовались глубокие ямы с острыми краями. Сейчас список участков, требующих срочных мер, включает 92 объекта. Адресный перечень пополняется после фиксации дефектов покрытия в ходе мониторинга состояния проезжей части во всех внутригородских районах Самары. Кроме того, учитываются предписания прокуратуры, ГИБДД, а также обращения горожан в социальных сетях. Работы планируется продолжать до середины апреля. Напомним, при текущих погодных условиях без осадков и с переходящими через ноль температурами, это единственный поддерживающий вид работ по приведению дорог в нормативный вид. У нас последние практически месяцы осадков не было, достаточно поверхность сухая. Литой азартобетон имеет текучую структуру, высокую температуру, больше 200 градусов Цельсия. Он позволяет в подготовленную поверхность, обработанную яму, его заливать, и достаточно крепкая адресия, и эффект от него практически моментальный. За состоянием отремонтированных локаций продолжается контроль. При необходимости подрядчики переделают работы в рамках гарантийных обязательств. Водители просят не проезжать по свеже отремонтированным локациям, чтобы литой асфальт мог полностью застыть. Таким образом, до начала масштабной ремонтной кампании обновления дорог методом малых, больших карт и комплексно с применением горячего асфальтобетона, аварийный ямочный ремонт помогает быстро восстановить покрытие локально и обеспечить безопасность дорожного движения. Сотрудники ГИБДД провели рейд по пассажирским автобусам, о чем разговаривали с водителями, на что обращали внимание и сколько из них оштрафовали, расскажет Елена Чернявская. Мехзавод. Оживленная остановка общественного транспорта. Сотрудники госавтоинспекции вместе с отделом технического надзора проводят очередной профилактический рейд. Сотрудникам госавтоинспекции будет уделено пристальное внимание таким нарушениям, как нарушение режима труда и отдыха, которое позволяет зафиксировать у нас такое устройство, как тахограф, который находится практически в каждом автобусе. Также сотрудникам госавтоинспекции будет уделено пристальное внимание техническим состоянием транспортных средств и наличием диагностических карт. Особое внимание уделяют отметкам о прохождении водителями предрейсового медицинского осмотра. Применению ремней в безопасности пассажирами соответствует технического состояния транспортных средств, установленных требованиям. Сергей Петрушин, водитель со стажем, за рулем автобуса 29 лет, перевозит детей. Рассказывает, что к своей работе подходит со всей ответственностью. Есть и своя специфика оформление путевого листа. Ремни, все документация, все есть. Документы все оформляются в ГАИ, подаются туда, уведомления, инспектора проверяют, приезжают машины перед выездом. Полностью спокоен, что все у меня в порядке. В Самарской области широко обсуждаются поправки в закон об обращении с безнадзорными животными. Дискуссии идут по поводу законодательного разрешения эвтаназии для бородячих собак, представляющих опасность для людей. В регионе от их укусов только в прошлом году пострадали более 6 тысяч человек. Для справки, службы по отлову поймали около 10 тысяч особей. Сегодня по закону безнадзорных животных чипируют, стерилизуют и снова пускают на улицу. Но такая мера, как оказалось, не гарантирует полной защиты людей от нападения бездомных собак. Вот что думают самарцы, пострадавшие от укусов бездомных животных о данной законодательной инициативе. Я шла из бани. Вдруг неожиданно меня сзади, как будто клещами кто-то схватил за ногу. Я поворачиваюсь, стоит собака. Она на меня посмотрела и убежала. Очевидцы мне рассказали, что эта собака живет на стоянке. Якобы она всех кусает. Пришлось обратиться в травмпункт. Она мне прокусила ногу до крови. Отношусь я, конечно, сейчас положительно, потому что страшно. Сейчас весна, они объединяются в стаи, агрессивные очень. Я считаю это правильно, потому что они по факту никому все равно не нужны, а на их содержание тратятся колоссальные деньги, которые могли бы потратить на также детей, инвалидов, там, я не знаю, ну, на нужды людей, а не на нужды собак, которые по факту никому не нужны. Показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ вырос почти на 9%. В Роспотребнадзоре за прошедшую неделю зарегистрировали свыше 700 тысяч заболевших. В течение последних шести недель увеличивается доля вирусов гриппа Б, доля гриппа А снижается. Также в стране зарегистрировано более 24 тысяч случаев заболевания COVID-19, что на 5% выше, чем недели ранее. Преобладающим остается вариант Омикрон, сообщает Роспотребнадзор. Медики напоминают, что любая вирусная инфекция, которая сопровождается заложенностью носа, может приводить к осложнению на ухо, которое сопровождается отеком слуховой трубы. В ухе создается отрицательное давление, возникает заложенность и снижение слуха. Поэтому при появлении шума в ушах, щелканья и снижения слуха необходимо обратиться к лор-врачу для последующей диагностики и лечения, поскольку в запущенных случаях слух может не восстановиться. Есть два варианта исхода ситуации. Первый – это когда вирус поражает слуховой нерв и приводит к острой сенсеновральной тугоухости. Тогда в этом случае мы пациентам госпитализируем по экстренным показаниям в лор-отделение и проводим инфузионную терапию для быстрого восстановления слуха. Есть второй вариант, когда происходит на фоне вирусной инфекции отек слуховой трубы, развивается и в стихиид, то есть заложенность уха, снижение слуха. В этих случаях мы проводим консервативную терапию в условиях лор-кабинета или в домашних условиях. Если, соответственно, затянуть процесс, то происходит затрагивание среднего уха, которое приводит к более тяжелым последствиям. Поэтому рекомендовано вовремя обращается к специалисту. Заботиться о природе теперь будут еще больше детей и подростков. Юнацкое движение, которое существует в регионе еще с 1928 года, начинает сотрудничать с движением первых. Соглашение подписали в Самарском областном детском эколого-биологическом центре. Какие перспективы ждут ребят, выяснила Полина Челюкова. Региональное отделение движения первых теперь будет работать бок о бок с детским эколого-биологическим центром. Организации подписали соглашение о сотрудничестве. Событие должно способствовать развитию юнацкого движения в Самарском регионе. Я думаю, что у нас будет больше, конечно, конкурсов, треков, различных мероприятий. Это действительно круто. Больше будет активностей. Перспективы развития, конечно же, есть. Они хорошие, положительные. Будем идти только вперед. Движение первых работает в 12 направлениях, одно из которых занимается экологическим воспитанием подрастающего поколения. Теперь юнаты и ребята из движения первых смогут делиться опытом и помогать друг другу в создании новых проектов. И нам важно не просто в своей деятельности помогать ребятам и формировать у них интеллектуальные и творческие способности, но и формировать экологическое сознание, формировать бережное отношение к окружающей среде, к природе. Появятся новые образовательные программы и проекты, которые будут знакомить ребят с природой, с окружающей средой и позволят им формировать такое экологическое мышление. Это помогает вовлечь молодежь в различные проекты по экологизации, экологические проекты, привлечь молодежь в наше естественное научное движение. Сейчас время естественных наук. И вот это возрождение, возрождение к естественным наукам как раз позволяет нам говорить о том, что это технологический прорыв для будущего, для России. Помимо заключения соглашения, состоялось также торжественное открытие двух юнацких клубов «Эко-жизнь» и «Эко-патриот». А школьников посвятили в юные натуралисты. Полина Челюкова, Петр Паломеев, события. Эмоции, которые оживают на холсте. В Самарском филиале фонда «Защитники Отечества» прошла выставка картин инклюзивной художницы из Ульяновска Татьяны Федоровичевой. Она пишет картины необычным способом, при помощи пальцев ног. Историей своей жизни и творческого пути Татьяна поделилась с ветеранами и своей, членами их семей. Подробности расскажем в нашем сюжете. Татьяна Федоровичева пишет картины с пяти лет. Освоила написание картин в разных техниках. Гуашь, масло, акрил, графика. Особенность ее творчества в том, что девушка пишет картины при помощи пальцев ног. Татьяна родилась без рук. Но это не стало преградой на пути к творчеству. Каждая картина Татьяны пронизана самыми теплыми и светлыми чувствами. У меня сюжеты в работах разные. То есть и пейзажные есть, и портретные работы. Ну и, собственно, да, сюжетные. Мне нравится просто разнообразие в творчестве. Вот поэтому изображаю все, что вижу, чувствую. В процессе творчества происходит такой обмен энергии. Вот мне это очень нравится. И мне это интересно. И поэтому я этим занимаюсь. 40 картин Татьяны представлены на выставке в Самарском филиале фонда «Защитники Отечества». Художница встретилась с бойцами СВО и членами их семей. Чтобы поделиться историей своей жизни, рассказать о своем творчестве и продемонстрировать, как левой ногой на холсте можно создать настоящее произведение искусства. Своими впечатлениями поделилась участница мастер-класса Любовь Макашова. Очень впечатляет история, насколько сильная Татьяна, что смогла добиться таких успехов, несмотря ни на что. Поэтому очень понравилось. Мне двое детей. Хочется показать пример, какие бывают люди сильные духом, несмотря на какие-то сложности жизненные, могут добиться, каких можно успехов добиться в своей жизни. Я считаю, что это очень яркий пример. Социально-культурная реабилитация ветеранов СВО и поддержка семей бойцов – одно из направлений деятельности Фонда «Защитники Отечества». Подобные поддерживающие и мотивирующие мероприятия проходят здесь регулярно. Реабилитация и интеграция в мирную жизнь через культуру и искусство – один из таких эффективных методов для ветеранов специальной военной операции. И Самарский филиал в этом направлении проводит большую работу. Мы стараемся вовлекать наших ветеранов, семи, семи погибших бойцов в самые активные культурные мероприятия. По словам экспертов, социализация через творчество дает возможность ветеранам СВО активно вступать в новую жизнь после возвращения из-за ленточки. Галина Топилина, Николай Епифанов, События. Его картины можно рассматривать под разным углом. В Самаре состоялось открытие выставки «Варианты и вариации» заслуженного художника России Станислава Федорова. На открытии побывала наша съемочная группа. Полотна, посвященные событиям истории древнего мира и России, а также многочисленные произведения с фантастическими и мифологическими мотивами объединила выставка «Варианты и вариации» заслуженного художника России Станислава Федорова. Экспозицию представили в галерее «Новое пространство» Самарской областной универсальной научной библиотеки. Станислава Федорова называли мастером графических искусств. Он был известен как художник-монументалист, график и педагог. Много лет преподавал в Самарской архитектурно-строительной академии, воспитав плеяду талантливых учеников-архитекторов, художников и дизайнеров. Эта выставка, которая охватывает полноценно его практически весь творческий путь от самых ранних работ до самых последних и показывает весь масштаб его художественного дарования. Экспозиции включает ровно 101 работу, что для нас, в общем-то, наверное, немного, но масштаб работы иногда грандиозный, 5 на 3 метров и более. И это практически за последние 20 лет первая попытка показать его вот в таком мощном взгляде. Художник исследовал и пытался понять тайны космического пространства. Так появилось полотно с названием «Зарождение галактики». Одна из самых масштабных работ «Праздник урожая». Возле нее можно подолгу стоять, рассматривая каждую деталь. Вообще, картины художника плотно населены персонажами, у каждого из которых свой характер. Работы Станислава Федорова отличаются экспрессивностью и стремлением запечатлеть образы окружающего мира во всей их сложности и красоте. В своем искусстве он вобрал очень много традиций, в том числе искусства такого западного, искусства 20 века, модернистского искусства. Какое-то время я считал, что где-то что-то вторичное. Здесь мы видим переклички из Пикассо, безусловно. Но в то же время еще есть ряд работ, которые, как любой большой художник, он что-то привносит свое. Вот здесь интересно, что Федоров привнес свои такие немножко измененные плоскостные построения композиции в поздних работах. Посетителей выставки ждала и культурная программа. Артисты Самарского театра «Город» показали специально подготовленную для этой выставки постановку, а с музыкальной программой выступил пианист Захар Меломет. Выставку могут посетить все желающие до 25 апреля. Андрей Бессонов, Августина Хременко, Петр Паломеев. События. Далее вас ждет обзор телеграм-каналов городской администрации и профильных ведомств. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В Самарской области ожидается мощный паводок. Синоптики прогнозируют уровень воды выше среднемноголетних значений на 55-240 сантиметров. В марте-апреле в зону подтопления могут попасть населенные пункты и дачные участки. МЧС напоминает, что жители частных домовладений также должны включиться в работу по предотвращению паводка, убрать со своих участков снег, позаботиться о животных и в случае опасности вызывать специалистов, информирует телеграм-канал Кировского района. Администрация Куйбышевского района напоминает, что в связи с проведением плановых ремонтных работ 26 марта с 10 до 16 часов подача электроэнергии будет приостановлена в некоторых домах по улицам Фестивальная, Арбатская, Восковая, Ковровская и Лепеговская. Администрация Самарского района проводит конкурс «Весенний марафон чистоты». К участию приглашаются жители района. Предусмотрены следующие номинации «Чистый двор», «Единый двор», «Чистые инициативы» и «Герои чистоты». Конкурс проводится с 25 марта по 26 апреля. С более подробной информацией об условиях можно ознакомиться в положении проведения конкурса в телеграм-канале Самарского района. На этом выпуск подошел к концу. Продолжайте следить за новостями на официальном сайте «Самара ГИС» в нашем телеграм-канале на страницах в «Одноклассниках» и ВКонтакте. Выпуски программы смотрите на видеохостингах и в социальных сетях. Всего доброго. Увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok